Как известно, практически всю предыдущую рабочую неделю Хабиров и его Ватага провели в разъездах и приятном времяпровождении, сначала в Москве, а потом в солнечном Дубае, в котором и следа не осталось от недавнего наводнения. Предлогом для очередного краткосрочного отпуска был выбран некий форум «Мир возможностей» в Дубаях. Ну, вообще, для тех, кто не знает, поясню, в Дубаях еженедельно проходит несколько десятков форумов, и во всех из них можно поучаствовать, заплатив небольшую сумму. Да, в основном эти форумы платные, а уж этот был очень платным. Отдыхал Хабиров размахом. Номер в отеле за 744 тысячи рублей в сутки, транспорт, отличные напитки и питание, ну и участие в том самом платном форуме всего лишь за 10 миллионов бюджетных рублей. По моим скромным подсчетам, вот этот воежь в Дубай обошелся бюджету Республики Башкортостан от 50 до 70 миллионов рублей. Там, как говорится, дьявол в деталях. Из заметных результатов поездки Хабирова в Дубай мы видим только беседу с министеркой изменения климата Объединенных Арабских Эмиратов Амной бин Абдуллах Аль-Дахак. Вот так зовут девушку. Женщина-министр беседовала с Хабировым в присутствии троих мужчин, которые строго присматривали за соблюдением приличий. Ну, так принято в Арабских Эмиратах. Если женщина беседует не со своим мужем, не со своим отцом или не со своим братом, то нужно за этим строго присматривать. Не найдя достойной темы для обсуждения сотрудничества Республики Башкортостан и Объединенных Арабских Эмиратов Хабиров сходу и в лоб предложил женщине-министру купить у него немного халяльной колбасы. Женщина-министр смущенно обещала подумать, мужчины-наблюдатели озабоченно переглядывались. Даже если воспринимать идею торговли колбасой с Арабскими Эмиратами всерьез, то, по моим подсчетам, пришлось бы продать примерно миллион килограммов колбасы только для того, чтобы окупить одну поездку Хабирова в этот самый Дубай. Ну, остается теперь выяснить, есть ли у нас лишний миллион килограмм колбасы. И, кстати, о колбасе. На минувшей неделе стало известно, что Хабиров не вполне доверяет местным продуктам. И дабы не отравиться во время его поездок по Республике Башкортостан, хозяйственное управление администрации главы Республики Башкортостан срочно закупило для дорогого Радио Фаритовича походные продукты и бухлишко на сумму 6,7 миллиона рублей. Мне вот интересно, это на недельку или все-таки на месяц? На этой неделе общий счетчик просмотров нашего YouTube-канала «Открытая политика» показал цифру 20 миллионов просмотров. 20 миллионов раз наши подписчики и зрители посмотрели наши видео, начиная с 13 августа 2017 года. Согласитесь, звучит клево. 20 миллионов. Жалко, конечно, что не рублей, а только просмотров. И я напоминаю, что сейчас YouTube не платит россиянам никаких денег ни за рекламу, ни за просмотры. И только на ваши пожертвования мы можем рассчитывать для того, чтобы существовал наш канал. Так что не искупитесь, вот вам расчетный счет, который мы вам сейчас демонстрируем и который вы можете найти в описании под каждым нашим видео на канале. Жертвуйте на помощь нашему каналу столько, сколько считаете нужным. И не жадничайте. Помните, что достоверная и объективная информация в нынешнем веке, в нынешнем мире и в нынешней стране России ценится очень дорого. Возвратившись из Дубая, Хабиров предпринял попытку хоть как-то наладить порядок в своем разваливающемся кадровом хозяйстве. Пока дорогой Ради Фаритович торговал колбасой на Ближнем Востоке, директор рекфонда Республики Башкортостан Ильдар Магданов категорически отказался реструктуризировать задолженность и долги башкиров Тодора. В пользу Сбербанка. Напомню, что акции башкиров Тодора находятся в управлении рекфонда Республики Башкортостан. За эту осмотрительную строптивость Магданов был немедленно уволен по собственному желанию, а на его место был немедленно назначен пробегавший мимо министр предпринимательства и туризма Рустем Авзалов. Как известно, Рустем Ахмедкаримович не отличается остротой ума и не в состоянии понять, чем грозят ему подписи под теми документами, которые отказался подписывать Магданов. Ильдар Магданов, конечно, понимал всю эту опасность и, в общем-то, благоразумно предпочел отставку. А Авзалов отчаянно бросился в бой. Но остается понять, насколько корректно назначать подсудимого по материальному ущербу бюджету Авзалова, который до сих пор находится под судом, на должность, подразумевающую еще большую материальную ответственность. Или уж, как говорится, сгорел сарай горе и хата и сидеть так по совокупности событий. Мы пока не знаем, но, наверное, в скорое время не узнаем. В любом случае понятно, что Хабиров продолжает, беру в кавычки это выражение, решать вопрос Юланова и Башкиров-Тодора. И, очевидно, приносит в жертву крупные республиканские активы. Иначе бы вот этой перестановки в рекфонде, конечно, бы не случилось. Завтра, 28 апреля, в 21.00 состоится 104-й стрим открытой политики. Подключайтесь завтра к эфиру, поговорим, обсудим все актуальные вопросы, постараюсь ответить на все вопросы, которые вы будете задавать. А если вы хотите написать вопрос заранее, то пишите его в комментариях вот под этим нашим сегодняшним видео. Тем временем братва Хабирова продолжает томиться в застенках кровавого режима. Суд в очередной раз продлил срок пребывания в Магнитогорском СИЗО экс-директора Башкиров-Тодора, уже упомянутого Ильдара Юланова и его подельника Ирика Шарипова. Они смиренно ждут, когда же Ради Фаритович порешает их вопросики. На минувшей неделе Верховный суд Республики Башкортостан оставил в силе меру пресечения Артура Хазигалееву, и Артур Хазигалеев до 10 мая, как минимум, будет сидеть в СИЗО. Некоторые недобросовестные СМИ уже начали распространять слухи о том, что Хазигалеев готов все взять на себя, но, по моим сведениям, идет ожесточенный торг. И в одиночку за все делишки Сидякина, Нагуманова и Стрижнева Артур Валерьевич мазутянуть не согласен. Уже скоро, буквально через две недели, мы узнаем, чем этот торг завершился. Но уже есть один приговор по делам Башспирта. На прошлой неделе он был вынесен. Речь идет об экс-директоре торгового дома Башспирт Ольге Винниковой. Ей дали пять лет условно и возмещение ущерба за, скажем так, некоторые не вполне законные манипуляции с имуществом предприятия. Именно об этой барышне я говорил, назвав менеджмент Башспирта жуликоватым и вороватым в 2019 году, после чего Рауф Нагуманов, ныне тоже арестованный, судился со мной целый год, потратив кучу нервов и ресурсов того же самого Башспирта на всевозможные юридические процедуры и экспертизы. Ныне сам Нагуманов подозревается следствием в серьезных преступлениях. А я же, со своей стороны, желаю, ну и отчасти, конечно же, злорадно желаю успеха в следствии в деле водворения Рауфа Самигуловича в тюрьму вместе с его орденом, который ему выдал Радик Фаридович Хабиров именно за успехи на Ниве деятельности в Башспирте. Все мы помним, как недавно во время жуткого наводнения в Оренбургской области жители одного из поселков, отчаявшись получить помощь от могучего государства, взяли и сами за свой счет своими силами возвели дамбу, которая спасла их дома от воды. Похоже, что понимание того, что ждать от государства помощи просто глупо, пришло и в Башкирию, в деревне Исмакаева Белорецкого района, где, кстати говоря, нет ни аптеки, ни почты, ни больницы, теперь еще и паводком смыло мост, окончательно отрезав жителей от мира и цивилизации. Власти района привычно развели руками и заявили, что денег на мост, конечно же, у них нет. Жители Исмакаева быстро осознали, что дальше обсуждать их нужды с могучим государством – это себя не уважать, и отстроили мост через реку сами и за свой счет. На данный момент пока неизвестно, намерены ли власти Белорецкого района потребовать жителей деревни Исмакаева свой привычный откат за построенный мост, который они построили своими силами. Ну, как говорится, рефлексы, они ведь сильнее разума, да? Ну, если мост построен, то, как говорится, где наша доля? Но пока, слава богу, никто ничего такого не требует. Лично для меня очевидно, что в Российской Федерации нарастает тенденция отчуждения интересов граждан от интересов государства, того самого могучего государства. Единственное, чего ждет от населения это самое могучее государство – это безропотные оплаты проживания в Великой России в виде налогов и сборов. Еще поощряется добровольная жертва жизни во имя интересов, но это пока, как говорится, по желанию. И вот с этими мыслями, с этими рассуждениями я провел в телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати, не забудьте подписаться, опрос на тему связи между налогами и ролью государства в жизни наших подписчиков. 82% опрошенных заявили, что не видят смысла платить налоги, если государство им лично не приносит никакой пользы. Ну и только 18% опрошенных считают своим долгом финансировать власти и все ее аппетиты, вне зависимости от того, какова связь между государством и гражданами. Ну вот такой вот достаточно тревожный для властей расклад. Получается, что довольно большое количество людей вот-вот готовы будет отказаться от своей обязанности платить налоги государству, которое не несет им никакой пользы. Не забывайте о важности помощи нашему каналу не только рублем, но и участием. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, участвуйте в вопросах в телеграм-канале «Открытая политика». Все это очень помогает нам развивать и продвигать наш канал и в системе Ютуба, и на Телеграме, и на прочих платформах, где мы существуем. Давненько мне обсуждали уфимские дела, а их, как говорится, накопилось. Стало известно, что на 9 мая в Уфе не будет праздничного салюта, а средства, предполагаемые на устройство этого салюта, будут направлены на нужды СВО. Ну, лучше бы, как говорится, экономили на дубайских тусовках, дорогого Ради Фаритовича. А то уж больно накладно нам выходят вот эти все его колбасные экспедиции. А денег, кстати говоря, на салют не так уж и много было нужно. Не будет и очного бессмертного полка. Уже третий год подряд власти обоснованно опасаются того, что популярное патриотическое мероприятие может стать наглядной иллюстрацией масштабов людских потерь на специальной военной операции. Если родственники погибших на СВО присоединятся к колоннам бессмертного полка, то получится не очень аппетитная картинка. Что, кстати говоря, вполне логично. Уже третий год подряд бессмертный полк будет проходить виртуально и, по большей части, в сознании перепуганных чиновников. А еще на минувшей неделе в Уфе случились серьезные проблемы с подачей интернета от ведущего провайдера Уфанет. В компании проблемы объяснили массированной ДИДОС-атакой на серверы провайдера, причем было отмечено, что частично эта атака была организована с территории России. Руководство Уфанет тактично не упомянуло в своем пресс-релизе, связанном с этими перебоями, ни депутата Государственной Думы Хинштейна, ни арестованного депутата-миллиардера Хазигалиева, имевших притязание к компании Уфанет в последнее время. Ну и в конце недели случилась совсем уж скандальная история в Уфе. Я говорю о странных работах и демонтаже абсолютно нормальных тропинок и дорожек в парке лесоводов. Начинают ломать идеально ровную тропинку реконструкции. Вон уже две трети сломали. Смотрите, идеально ровную площадку. Она такая же была. Я здесь езжу на велосипеде каждый день. Они ее демонтируют. Судя по всему, вот эти 300 с лишним миллионов рублей осваиваются примерно таким образом. Берется абсолютно нормальная дорога и инфраструктура, разрушается и на ее месте будет построено что-то другое. Ну, тут, как говорится, включается методичка дорогого радиофаритовича по благоустройству городов и сел республики. Берете нормальный объект, ломаете все к чертовой матери, дальше чего-нибудь там из говна и веток строите, пишете в накладных мрамор и лиственницу, и, как говорится, умножаете ценник на 5. Ну, потом банкет с коньяком, арарат и шашлыками, и все разъехались по кишлакам. Вот примерно так устроено наше благоустройство. Напомню, что полностью и единолично курируют все вот эти подряды по благоустройству, особенно крупные благоустройства, вот с такими вот девятизначными цифрами в сметах, лично, дорогой радиофаритович. Тут, как говорится, приплетать никого не нужно. Он лично отбирает подрядчиков, назначает их, помогает им побеждать на конкурсах, или как там это называется. Вспомните вот эту вот странную историю с аркой в доме, вернее, в парке Аксакова, вот эту ненастоящую, на мой взгляд, фальшивую лиственницу в парке Кашкадан и так далее, и так далее. Это все были личные протеже дорогого радиофаритовича. Ну и качество соответствующее. Здесь, конечно, в парке лесоводов история просто возмутительная, она всколыхнула всю Уфу и всю Башкирию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин